рада приветствовать всех любителей рукоделия с вами лариса и вы у меня в гостях на канале ларин фонарик сегодня я к вам с очередным рукодельным миксом дорогие мои зрители и как обычно в этом формате я показываю все что вышила сшила за прошедшее время которое мы в этом формате не встречались в данном случае уже прошло почти три недели так что мне есть что вам показать и так как вы уже видите перед вами старт и финиш прошедшего времени это вот такой чудесный сюжет от мелки по набору 14 13 02 holiday delivery праздничная доставка где-то так примерно переводится я его веду под вышивала под кодовым названием почтовый ящик сюжет интересный всегда мне нравился ничего в нем вроде бы такого слишком нету знаете замороченного каких-то слишком много мелких деталей да нету но все равно он вот чем-то привлекает свои к себе внимание и мне он всегда нравился самом начале с как я его увидела давайте чуть-чуть попробую пониже опустить что было лучше видно и чтоб не брать вышивку в руки часто что я вам могу рассказать про этот сюжет в этом сюжете как вы видите очень много белого цвета и я изначально решила что я белым по белому много вышивать не хочу так как заменять один к одному основу в данном случае в наборе идет перфорированная бумага белого цвета я не захотела я не очень люблю вышивать белым по белому и это и во первых не так легко во вторым во вторых мне кажется не так уж и красиво мне кажется не было бы всей этой прелести этого сюжета видно если бы вот этот вот снежок основа этого сюжета до вот эти вот все дорожки горы если бы они были на белой основе кажется его было совсем не видно Но это мое личное мнение, я никого не хочу ни в чем переубеждать, просто для себя я с самого начала решила, что я буду вышивать этот сюжет на вот такой голубой основе с таким ледяным отливом. Ну такая она, она не совсем прям голубая, да, она, мне кажется, она как-то так и называется Ice Blue, да, ледяной голубой. И это у меня Ева от Übelhor, вот такая вот классная основа, фактурная, посмотрите, какие тут ниточки переплетения разные. В этой основе 15% идет льна, помимо хлопка и модаля, и поэтому она вот такая структурная. Она очень похожа, кстати, на Миран и по составу от Миран от Свайгард, у него такой же точно состав, там тоже 15% льна, и вот по ощущениям, по каунту они очень-очень похожи. Так что, если вам где-то попадается Ева и не попадается Миран, то знайте, что вполне они, ну, это мой взгляд, да, я на свой взгляд говорю, у меня и то, и то, и снова достаточно, и я слишком большой разницы между ними не вижу. Вот, в этом сюжете, помимо белого, много большой зашивки белым цветом, да, также присутствует очень много белого бисера. И вот при таком свете, возможно, вам не видно, но вот если я немножечко покручу, при этом ракурсе вы увидите, что весь снег на елках, вот здесь вот вокруг почтового ящика, на дорожках, все-все-все вышито белыми ниточками и белым бисером петит. Вообще его было здесь очень много в наборе, и ниточек было много белых, аж было 10 пасом. Но в большинстве своем, мне кажется, вышивается здесь по ключу все в две и в три нити, то есть вот эти вот детальки, там почтовый ящик, вот этот вот столбик, на котором стоит почтовый ящик, потом красные вот эти все детальки, они вообще по сюжету, по ключу вышиваются в три нити. Все остальное, белый, вот этот цвет икрю, вот этот вот светло-бежевый, это все вышивается в две нити. Вот, но так как я вышивала на равномерке, а не на перфорированной основе, на перфорированной бумаге, я все-таки решила все вышивать в две нити. Мне очень нравится. Я попробовала вышивать в три нити на этой основе на Еве, но мне что-то не очень крестики понравились, и я подумала, нет, оставлю так. Так, объем, я понимаю, для чего это задумали авторы, да, чтобы больше объема было у основных деталей, и чтобы более прозрачно смотрелось все остальное поле зашитое, да, но я вот все вышила в две нити, и мне, в принципе, очень нравится, мне нравится, как получилось. Здесь, кроме керамической красивой пуговки в виде звездочки, ой, сердечка с астролистом, да, такая красивая пуговка керамическая, есть еще один объемный элемент, возможно, он сразу не бросается в глаза, но есть здесь такой вот бантик, собой, как бы выражающий вот эту вот завязку на подарочной коробке, да, здесь такие вот петелечки делались из шести и девяти бисеринок, такие петли делались в одну точку, все это сходилось, и получился вот такой чудесный бантик. Мне нравится, первый раз я делала такой элемент, и, в принципе, мне кажется, что он смотрится очень даже интересно. Мне кажется, если бы даже петельки были чуть побольше, например, все из девяти бисеринок, а не из шести, тут вот только одна из девяти, остальные из шести, как я, если я правильно поняла по ключу, как вышивать, да, то, мне кажется, можно было и все по девять сделать, и тоже бы смотрелось красиво, потому что коробка сама по себе очень большая, поэтому и большой бантик на ней смотрелся бы логично. Вот. Ничего у меня не слилось, была такая мысль, что, возможно, вот эти вот голубые горы на фоне там где-то далеко на горизонте, что они сольются сосновой, но нет, тут цвета немножко голубые другого оттенка, более такого холодного, я бы сказала, больше в бирюзу уходящая, поэтому ничего не слилось, и, мне кажется, все замечательно смотрится. Немножко смешной здесь вот этот кардинальчик, у него почему-то желтый глаз и желтый клюв, но желтый клюв понятно, но почему желтый глаз, не знаю, я его сделать сделала, но чего-то думаю, даже если бы его совсем не было, даже, может быть, смотрелось бы и лучше. Смотрите, вот это вот французский узелок здесь такой, мне кажется, он не очень смотрится, хотя, возможно, у кардиналов желтые глазки, я не знаю, я их живую видела, но уже не помню. Вот. Что еще сказать об этом сюжете? Он такой же замечательный, как все остальные сюжеты Милхева. Я вот его пока вышивала, получала просто такое наслаждение от процесса, даже не описать. Очень мне понравился сам процесс, правда, конечно, зашивать очень много пришлось белым цветом, но когда это не по белому, а по голубому, вышивалось намного проще. 1400 крестиков здесь только белым цветом, так как я частично вышивала по саге, то есть все крестики я вышивала по саге, а уже бек и бисер я вышивала по бумажной схеме, вот, поэтому, так как вышивала по саге крестики, я знаю, что 1400 только белым цветом зашивалось. То есть, сами понимаете, кто не очень любит такую сплошную зашивку, хотя она тут не сплошная, тут наоборот, вот, оставались места для вот этих всех бисеринок пустые, и надо было постоянно следить, то есть не расслабишься, да, на такой зашивке. Ну, вот, тут только что в почтовом ящике немножко было так вот сплошной зашивкой, цветом икрю и белым. Вот здесь вот на письме было сплошной белой ниткой зашивалось, а так в остальном, в принципе, не соскучишься, приходилось внимательно смотреть, чтобы не перепутать. Очень нравится, как мне смотрятся вот здесь вот эти веточки из бисера, да, тут вот идет мелкий бисер Петит, Грюн Вельвет, да, зеленый вельвет, он не так сильно в глаза бросается, а, конечно, вот этот крупный зеленый бисер, он называется, вот такое название, давайте я вам покажу, то, что, наверное, не прочитаю, ну, мост, я понимаю, что такое это мох, скорее всего, а вот это вот слово, не знаю, какое-то французское немножечко название, мне кажется, ну, какой-то зеленый, вот, какой-то мох, вот, и очень красивый здесь цвет, кстати, вот опять после стирки немножечко съехали у меня тут опять прямые линии бисеринок, но, извиняюсь, не поправила перед съемкой, надо было мне это отследить, ну, неважно. В общем, вот этот вот очень красивый тут цвет, он называется Мерзлая слива, что ли, как-то вот так вот, да, просто Троэл Клюм, вот, и он почему-то очень интересный, он в основном такой матовый, но нет-нет попадаются какие-то такие, видите, блестящие бисеринки, нет-нет, ну, я не стала отсортировывать, я подумала, что, может быть, так задумано, видите, как-то вот, каждая десятая бисеринка, она не матовая, какая-то такая блестящая попалась, но, в принципе, в общем, в сюжете это смотрится неплохо, хорошо, вот, когда поправлю, будет еще лучше. Когда вышивала, было все прям очень ровненько, а после стирки почему-то немножечко бусинки, возможно, чуть-чуть основа подсела, что бусинки чуть-чуть толкаются, вот, но не критично. Вот здесь много пришивается белого, красного аппетита, как вы видите, вот и вот эта вот вся конструкция завязочная на подарки, и вот здесь вот в бантике очень много красного аппетита вышивается, это все, конечно, очень украшает. Вот она елочка, кстати, кроме белого бисера, кроме снега, других бисеринок нет. Немножко вот тут у кардинала есть тоже красного бисера на крылышках, но вот елочки и небо, оно вообще такое, скажем, матовое, тут практически вообще нету бисера, кроме как вот белого на елках. Ну, мне кажется, за счет этого создается такая вот перспектива, да, то есть вот здесь близко мы видим, как и снег блестит под солнцем или под луной, не знаю, скорее всего, под солнцем, наверное. Я не думаю, что это ночь, вот. Ну, вот, а дальше там, конечно, уже деталей не видно, поэтому и блеска на горизонте тоже не видно. Все, весь блеск здесь впереди. Вот, вот такой сюжет, очень мне понравилось, и все в этом сюжете. По комплектации давайте, да. Очень мало осталось бисера, вот просто катастрофически мало. Смотрите, красного совсем чуть-чуть, но на второй отшив тут даже разговаривать нечего. Конечно же, здесь ничего не хватит на второй отшив. Белого мало осталось по сравнению с тем, сколько пришивалось. Его совсем мало. Давайте я достану, чтобы вы больше понимали, сколько чего тут осталось. Вот смотрите. Осталось, конечно, для подбора, пример, конечно, есть, если вдруг кто-то соберется вышивать подбором, но на второй отшив даже говорить нечего не хватит. Что по ниткам? По ниткам тоже. Там, где вот в данном случае в ключе было видно, сколько пасом, да, у нас было, то есть удобно было разбирать за счет этого. Но и понятно теперь, когда мы знаем, сколько пасом было и сколько осталось, понятно, что на второй отшив ниток тоже ни в коем случае не хватит. Даже белых, их тут было 10 пасм, осталось, мне кажется, 3. Да, 3 пасмы, 4-я неполная. То есть больше половины ниток ушло, при том, что я говорю, что какие-то нитки вышивались в 3 нити, по ключу, а я вышивала в 2, но все равно осталось мало. Ну, хотя вот красных, красных, может быть, и хватит в 2 нити, если вышивать, как я, то хватит. Голубых тоже, наверное, хватит, их там совсем чуть-чуть. А вот, например, зеленых, белых, икрю точно не хватит. Вот. Плюс, была ошибка в ключе или ошибка в комплектации, и теперь тяжело сказать, но, скорее всего, в комплектации. Нет, ошибка в ключе, потому что комплектация... Подождите, как же... Подождите, я сейчас соображу, где была конкретная ошибка. В общем, вместо цвета 446, который должен был быть, это такой оливково-зеленый цвет, его я, когда разбирала нитки, не нашла. Я в шоке искала, не могла найти, и вдруг выяснилось, что вместо него лежит вот такая ниточка, такой светло-золотой цвет, и это номер 676 вообще. А должен был быть 646. То есть, это все-таки ошибка в комплектации, а не в ключе. В ключе правильно, 646 написано, а вместо него мне положили 676. В общем, короче, перепутали четверку с семеркой. То есть, такая, в принципе, логичная ошибка. Понятно, где именно люди сделали ее и как сделали, да? То есть, перепутали одну цифру, и вот такая ошибка была. Ну, у меня, видите, было в запасах, был этот цвет немного, но его хватило. Вот осталась буквально одна ниточка у меня теперь. Но неважно, когда есть хоть какие-то запасы, это, конечно, очень полезно. Вот. Ну, по комплектации, по остаткам сказала, для одного отшива, конечно, всего достаточно. Все замечательно. Придраться, в принципе, не к чему. Вот. Но это не у меня не единственная такая ошибка. Часто сейчас смотрю видео девочки, кто вышивает мелхилл, очень часто, что вместо одного цвета они это кложат в другие или вообще никакого, никакую не положили нужную, да, там, по ключу. Ну, бывает. Все люди, все ошибаются. Я думаю, что, наверное, мелхилл комплектуется вручную, и поэтому такие ошибочки случаются. Давайте еще раз вам покажу номер набора. Вот такой набор. Разработка одиннадцатого года, то есть довольно уже старенький такой сюжет из этой серии. Я еще буду вышивать вот этот Home for Christmas, да, Дом перед Рождеством. Очень хочу вот этого Санту вышить. Я не знаю, как правильно читается. Мне кажется, как французское какое-то название у него. Вот этот сапожок у меня тоже есть. Я его тоже буду вышивать. И насчет вот этого сюжета я думаю. Я, мне кажется, его даже пыталась купить на кростичкорных, но что-то они мне до сих пор ничего не пишут по моему заказу. Но на 1,2,3 стич он тоже есть. Я подумываю все-таки купить его или не купить все еще в таких раздумьях. Вот. Он красивый, там много всяких деталек, но вот отшитым что-то ни у кого не видела. Пока такого впечатления у меня об этом наборе нету, что прям хочу, не могу. Все. Это единственный готовый сюжет у меня за это время. Но были еще и процессы. Сейчас я с вами поделюсь. Во-первых, я начала вышивать вот этот вот сюжет из такой серии из четырех сюжетов. Я... У меня в планах стоит вышить хотя бы один сюжет. И вот этот один это и есть этот сюжет с оленем. Это сюжеты разработаны тоже по фигуркам Джим Шор или по рисункам Джим Шор я даже не знаю есть ли такие фигурки. Вот. Но они объединены эти все сюжеты такой похожей рамочкой. Вышиваются все на темно-синей основе 18-го каунта на Аиде. Но я не люблю 18-ю Аиду. Мне это тяжело вышивать на 18-й, тем более на темной. Я сразу решила, что я буду заменять. Вот. Но заменять на 14-ю Аиду мне не захотелось, потому что сюжет все равно получится большой. Если вот он на 18-й около 13-ти сантиметров, то на 14-й он получается где-то сантиметров 18-ть. Да? Каждая сторона. Вот. Ну, а тут очень удачно недавно купила на Казачинение новую основу. Сейчас вам покажу. Извиняюсь, тут немножко пошумело. Вот такую основу. Давайте. Это Лугана под вот таким названием 25-го каунта, да? И называется Pacific цвет. Pacific М. Не знаю. Номер, наверное, вот этот. Наверное, вот этот номер, да? 14-53-64. Вот. Купила большой кусочек этого, этой основы и решила вышивать на ней. Конечно, вы скажете, Вообще, замена, конечно, вообще кардинальная такая, да? Я согласна, что, ну, мне так захотелось, здесь так много вот не зашитого вот этого пространства, да? А эта основа так классно блестит. Я не знаю, видно ли вам на камеру, но у нее такой вот голубой, небесный, даже, наверное, бирюзовый такой блеск. И сама основа такая ближе к бирюзе, чем к голубому. Морской такой цвет. И я решила заменить. Ну, сделала большую глупость изначально. То есть, с основой я определилась. Я понимаю, что сюжет получится большой. Это я тоже себе во всем в этом давала отчет. Но я начала вышивать вот этой вот внутри вот этой красной рамочки, да? Есть еще такая тень темно-синяя. И я начала ее вышивать именно сюжет с этой тени. То есть, вот, начала откуда-то от середины, поднялась сразу по оленю вверх и начала здесь вышивать эту тень. Когда уже вышла практически полностью одним цветом темно-синим и потом вот здесь уже начала вторым синим заполнять, я поняла, что я сотворила такую глупость. Я сейчас, наверное, вставлю вам кусочек влогового видео. Я вообще снимала влог, но его теперь публиковать не буду, потому что слишком много событий и этот влог уже теперь отстал от всего. Ну, как бы, по времени слишком далеко отстал. Но вот этот кусочек я вам ставлю, чтобы вы понимали и не делали таких ошибок, как я. Учились на чужих. В общем, я вам ставлю кусочек, и вы поймете, о чем я говорю. точно пока идет. Где-то у меня 15% выше. Посмотрим, как пойдет дальше. Увидимся уже в каком-нибудь из следующих включений с этим сюжетом. Делаю очередное включение. Что вы думаете, чем я занимаюсь? Я выпарываю весь этот темно-синий цвет. Решила, что, раз изначально не продумала всю ночь, как говорят, дурная голова ногам покоя не дает, у меня дурная голова рукам покоя не дает. В общем, выпарю сейчас весь этот синий. до меня наконец-то дошло, что ничего логичного в том, что я делаю, нету. Абсолютно нелогично я поступила. В общем, не с того начала. Надо было сделать вот этот вот круг красный, да, вот так. Надо было красный круг сделать, все в середине вышить, а потом вот эту тень подумать, как зашивать. А я с тени начала. И вот эту тень надо сделать, чтобы она была чуть темнее основы, да. Не прошло и 15 минут. На самом деле очень быстро распорола все. Больше тысячи крестиков вышивала, наверное, несколько часов и распорола за 15 минут с помощью вот такого распарывателя с силиконовой насадочкой. Классно все быстро удалилось. вот такой пучок удалился. Ниток, ну, буду теперь вышивать, как собиралась. Но для начала отдохну теперь от этого тени. Вышью сначала вот эту вот красную рамочку вокруг. Она там вышивается, крестик с бисеринкой по очереди, да, вот крестики вышью. И буду вышивать сначала оленя и рамку, а уже потом посмотрю, что делать с контуром внутри. Вот, поняли, да? То есть, я поняла, что синий тут вообще никак, что это все-таки тень такая, да, которая, ну, или, ну, да, она должна просто оттенять основную основу, вот это вот, вот этот вот круг, он должен оттенять основную, основной цвет основы, быть чуть-чуть темнее. Я поняла, что раз я меняю так кардинально цвет основы, то мне надо и менять цвет вот этой тени. И в ключе у меня есть два вот таких бирюзовых, которые просто шикарно подходят под эту основу, вот, и, конечно же, именно они присутствуют вот здесь вот чуть-чуть в рамочке, да, то есть всего по одной пасме этого цвета у меня в наборе, вот, но у меня в запасах есть эти цвета и даже еще я взяла, в общем-то, эту растяжку 3809 и 3810 они есть в ключе, но тут вот этот вот самый крайний ряд, да, вот эта вот крайняя тень, она должна быть более темная, чем вот этот десятый цвет 3810, он прям сливается с основой, а вот эти два цвета тени, которые вот здесь вот темно-синий и ярко-синий, вот эти вот, которыми вышивается в оригинале эта тень, они намного темнее самой основы, которая есть в наборе, да, то есть они должны чуть более контрастные быть, и поэтому я подумала, что я вышлю сейчас всю рамку оленя и оставила вот эту тень напоследок, я решу, или же я эту тень буду вышивать вот этими двумя цветами, или же попробую сначала вот этими, которые есть в наборе, если я буду видеть, что совсем этого контрастного не вида, то значит возьму два более темных, в общем, сильно я что-то затянула, вот такой красивый результат, мне кажется, получается, правда же, замечательный, и мне кажется, и замена основы мне лично нравится, и вышивать мне на этой основе очень нравится, я уже не знаю, сколько лет не вышивала на 25-м каунте, мне показалось, что это будут такие огромные крестики, наверное, будут светить, но нет, мне нравится, совсем недавно смотрела Соню из Турции, Сонечка, привет тебе, и она там тоже говорила, что она вышивает что-то на 25-м каунте, она говорит, что прям наслаждается процессом, и я вот тоже наслаждаюсь, был бы, конечно, такой цвет в 28-м каунте, именно с таким блёском, я бы взяла, но мне не попадался, а вот такой цвет только есть в Лугане, и мне прям вот захотелось на этом цвете повышивать, на этой бирюзе, вот так, что вот такой у меня сейчас прогресс, тут где-то отшито около 30-ти процентов, наверное, сюжета, буду продолжать, мне очень нравится, как получается, и, конечно же, буду делиться с вами своими продвижениями. Следующий сюжет, который я начала, кстати, олень был у меня по плану, да, всё, иду по плану, и почтовый ящик был по плану, вот, но есть у меня один процесс внеплановый, давайте чуть-чуть приподниму теперь, внеплановый я сделала рестарт, когда-то уже начинала этот сюжет, когда у меня был год с мишками Тедди, да, он у меня назывался, был совместный проект, назывался Тедди в крестиках, такой, негодовой, где-то 10 месяцев мы с девчонками вышивали, с января по 29 октября или 28, когда там день Мишки Тедди в мире отмечается, и тогда я купила вот этот наборчик Ланарты, и на оригинальной основе здесь, мне кажется, идет Диэмси 27 каунта, точно не Лугана, я почему-то всегда думала, что Ланарты свои наборы комплектует Луганой, ой, Луганой, Линдой, Линдой, вот, но когда купила как-то Линду и сравнила, нет, все-таки это не Линда, у нее чуть-чуть другое какое-то переплетение, как-то по-другому чуть-чуть выглядит эта основа, и потом где-то у девчонок услышала, что Ланарты комплектует и нитками Диэмси, и тканью тоже Диэмси, то есть Линда, но от Диэмси, и поэтому она такая вот, понимаете, такая Линда более гладкая, а это такая зернистая, что ли, вот ты ее трогаешь, и она не гладкая, но я, в принципе, на 27-м каунте основы вышивала свой большой сэмплер от Маджолин Бастин коллаж, да, 4 времени года, в прошлом году у меня годовой этот проект был, там я, в принципе, мне все нравилось, а вот здесь, в этом мешке, я не знаю, почему, я начала, и мне не понравился результат, мне показалось, как-то зернисто все это смотрится, крупно, некрасиво, но и решила сделать рестарт, ну, решила, вернее, что, когда опять возьмусь за этот сюжет, буду делать рестарт на более мелкой основе, но, когда дело дошло до рестарта, я, конечно же, заменила 27-й на 28-й, на 32-й, я, честное слово, не рискнула заменять, вот, и сделала рестарт на, уже на Линде, на Линде, ой, нет, вру, это у меня Моника, Моника 28-го каунта, то есть, каунт чуть-чуть уменьшила, но буквально, сами понимаете, между 27-м и 28-м, там минимальная разница, вот, и пока вышиваю, пока мне все нравится, я, в принципе, весь мелхел на 28-й вышиваю, сейчас привыкла, нормально, может быть, это сам мишка такой, да, у него здесь такие резкие переходы, нет таких плавных переходов, не знаю, почему вот здесь прям, ну, правда, да, видите, ну, прям пятна пятнами, надеюсь, что в этот раз пересилю себя, и все-таки вышью, как положено, и, возможно, результат мне понравится, в общем, вот так, а почему я именно сейчас, вообще, вы скажете, что это у тебя лежал-лежал, сюжет два года, ты про него не вспоминала, а тут вдруг решила, да, вот, увидела у Марии Потапенко, у Маши, да, на канале, что они начинают этот сюжет в совместном, в маленьком таком между собой, чеке, Маша сказала, что они трое, три, она и две ее подруги, решили вышить эти, мишек, вот, такой, организовали небольшой совместный проект, и пригласила всех желающих, а так как у меня этот набор есть, и так как я все равно собиралась делать рестарт, и так как я все равно хочу вернуться к сюжетам с мишками, да, вышивать все, что начинала, и, возможно, начать и те, которые у меня еще лежат в запасах, новые наборы, вот, мишек я не перестала любить, просто немножко от них отвлеклась, вот, и я решила, попросилась к Маше, тоже в совместный проект, они меня взяли, и вот до февраля месяца мы будем вышивать этот сюжет, там отчет раз в две недели, ну, и, в принципе, для первого отчета, конечно, маловато, но до воскресенья, возможно, я хотя бы еще немножечко продвинуть, может быть, хотя бы барабан у этого медведя, вот тут вот вышью, и, возможно, пузико, ну, чтобы уже хоть что-то было на конве, успею, не успею вышить вместе с девчонками в этом проекте, Маша сказала, что если они сами не будут успевать, они продлят еще этот проект, я оставлю ссылочку вам на Машин канал, и в нем можно там посмотреть Машину группу, уже через Машу, если захотите, можно выйти на этот совместный проект, в ВК он проходит, вот, такое начало, как будет продвигаться, тоже, конечно же, вам буду рассказывать, ну, а основа, она, в принципе, хорошая, для какого-то другого сюжета, возможно, она отлично подойдет, поэтому я, будет время, распущу это все, и эту основу оставлю для чего-нибудь другого, я заменила, тут немножко такая она, цвета слоновой кости, я заменила просто на белую, но я думаю, это не принципиально, потому что там абсолютно полная зашивка в этом сюжете, тут полная зашивка, хотя вот тут не кажется, что нет, но тут вот зашивается белым по белому, тут вот эти обои все вышиваются бирюзовым цветом, ниток, кстати, на вид не так уж и много, но и очень короткая нарезка, как у любого ланарты, да, тут не успеваешь ниточку вставлять, она уже заканчивается, вот, ну, организация самая простая, то есть оригинальные палетки ланарты, хорошо, что у них есть вот сверху тоже дырочки, то есть хвостики недошитые, я паркую там, и мне кажется, есть еще три бленда, я вот тоже для них подготовила здесь дырочки отдельно, так что, ну, пока еще бленды мне не попадались, пока вышиваю так, вот, ну, и сразу о покупках, раз у меня тут лежит, я брала это с собой навстречу, этот сюжет, но так и ни одного крестика не вышила, не получилось, да, мы общались с девчонкой, можно сказать, с утра до ночи и валились уже потом в кровать без сил, то есть времени повышивать не было вообще, вот, но я давно уже хотела купить себе лампу, именно которая бы, вот, в отелях очень плохой свет всегда, да, и я, если бывает, что куда-то мы едем, и всегда проблема именно с вышивкой, хочется повышивать, а свет недостаточный, и я купила себе вот такую лампу, она меняет цвет, это именно она для тех, кто читает, чтобы не мешать, там, кто в кровати читает, чтобы не мешать, не включать большой свет, не мешать партнеру, вот, придумали такую лампу, я думаю, что, наверное, многие ее уже знают, это я только собралась ее купить, здесь три вида цвета, теплый, желтый, белый, и такой, теплый и холодный, да, цвет, ну, вот, насколько я знаю, для вышивки и чтения рекомендую сюда белый цвет, что он самый хороший, и, правда, вот, хорошо освещает, вам на камеру не так сильно видно, так на самом деле очень полезно, и чем удобна эта лампа, она вообще, видите, она во вторые пяльца отлично даже помещается, и, что брать с собой, да, отлично крепится на пяльце, как я вам уже показала, да, изгибается в любом направлении, эта лампа, можно ее расположить, как тебе удобно, ну, не как отдельный цвет, с ней, конечно, с одним этим цветом вряд ли будешь, вышивать, но, как дополнение к основному свету, мне кажется, супер, и она практически ничего не весит, то есть, ты ее на пяльцах даже не чувствуешь, эту лампу, ну, и плюс она заряжается, как телефон, да, то есть, вот здесь есть такая же зарядка, как на моем Samsung телефоне, то есть, даже отдельную зарядку для нее возить не надо, то есть, очень удобно, вот такая была покупочка, сопряженная с вышивкой и с рукоделием вообще, да, вот это все, что касается вышивки, теперь давайте, наверное, расскажу вам про свое шитье, как я уже вам рассказывала в прошлом рукодельном миксе, у нас со 2, да, мне кажется, со 2 ноября началась лоскутная эстафета, и в рамках этой эстафеты у нас запланировано 5 этапов, два из которых уже практически позади, третий начался сегодня, это как раз мой этап, я к нему готовилась, именно поэтому так долго не снимала рукодельный микс, потому что я готовила свой мастер-класс, и снимала и фото, и видео, да, параллельно, это тоже занимает много времени, вот, но сегодня я уже все опубликовала, и на лоскутной эстафете на канале, и на видео, у себя на канале, видео мастер-класс, конечно же, оставлю вам ссылочку, проходите, смотрите, ну что я шью в этом мастер-классе, я покажу чуть позже, да, а пока хочу вам показать результат моего первого этапа, лоскутные эстафеты, это вот такая поясная сумочка, в рамках первого этапа, который проводила Лена Шнайдер, как многие уже знают, Лена моя подруга, и Лена, на мой взгляд, мастер сумочек, да, пошива сумочек, у нее есть свои магазины эти, она шьет и в подарок, и для себя, и для своих близких, и на продажу тоже шьет сумочки на заказ, вот, я сама у нее уже пару раз заказывала сумки, рюкзак у меня есть сумка, кошелечек есть в подарок от Лены, и косметички, в общем, у меня уже есть несколько изделий от Лены, но хотелось, конечно же, попробовать шить что-то самой, возможно, как у Лены у меня не получилось, но я все-таки старалась, да, по мастер-классу Лены, мы сшили вот такую поясную сумочку, кирпичик, да, такая форма у нее, форма кирпичика, я сшила эту сумочку из тканей Тулы Пинк, если я помню правильно, мне кажется, Хопа называется этот, называлась эта коллекция, и у меня она вот из трех тканей сшита, да, меня спрашивали девчонки, когда я в Телеграме показывала, это ты из одного куска ткани сшила, или это разные ткани, конечно же, это разные ткани, просто мне захотелось сделать такую, как бы, ну, растяжку, переход, то есть, две одинаковые ткани, но в разных цветах, я их по обе стороны от основной ткани расположила, и поэтому получилось вот так, вот с одной стороны сумочка зеленая, с другой такая лилово-розовая, я брала в основе, в наполнитель, это стилвил, это такой поролон, такой специальный наполнитель для сумочек, он как тонкий поролон, с двух сторон, у него такая тканевая, тканая основа, и его очень удобно, очень хорошо держит сумочки форму, и при этом очень-очень легкие, вот, с такой стилвил мы уже использовали, в прошлом году, корзиночки шили на пасху, если вы постоянный, мы зритель, то возможно помните, тоже на Лененом этапе, мы шили такую корзинку текстильную, можно использовать как продуктовую, для хлеба, или там для каких-то своих рукодельных нужд, вот, я тоже шила несколько, но я их раздарила, мне вам нечего сейчас показать, вот, но, то есть этот наполнитель уже для тех, кто шьет в лоскутной эстафете, не был новым, и этот же наполнитель я сейчас использую и в своем мастер-классе, для того изделия, которое вам покажу чуть позже, вот, давайте посмотрим, что внутри, я тут полотенце положила, то, которое шила, да, чисто для того, чтобы удобнее было показывать, вот, внутри тоже ткань от Тулы Пинк, это уже как бы четвертая ткань из этой коллекции, а может и не из этой, но очень хорошо подходит по цвету, я взяла вот такую, а замочек у меня такой серо, вот серо-голубой такой цвет, вот такая сумочка, сюда я пришила, как-то была у меня подарочный наборчик, был от Прим, с вот такими этикеточками Хантмейт, и мне кажется, вот сюда она отлично подошла, я ее пришила, стропу покупала на голландской выставке ткани, не помню, мне кажется, что я вам тоже в покупках показывала, ну и замочки я выписывала на Алиэкспресс, тоже в прошлом рукодельном миксе, я об этом, обо всем рассказывала, вот, вот такая сумочка, буду с ней ходить, скорее всего, летом, мне кажется, конечно, многие скажут, яркая, вырви глаз, но я вообще люблю все яркое, вот, и думаю, с какой-нибудь спокойной розовой или белой блузкой будет отлично, эту сумочку можно будет носить летом, с однотонной, конечно, не с цветастой, иначе это будет перебор, то есть, такие яркие аксессуары, надо, конечно, комбинировать с более спокойными вещами, вот, такую сумочку, кстати, огромное количество таких сумочек, девчонки нашли в эстафете, и до сих пор еще шьют, но на момент, когда подводились итоги, уже было больше 200 сумочек, да, сейчас, мне кажется, уже даже все 230-240, а до конца эстафеты, я думаю, что до 250 с девчонками дотянем, вот, на втором этапе, давайте расскажу вам, на втором этапе, этап был Юли Решетниковой, и Юля задумала, сшить, и предложила сшить, довольно большое изделие, адвент календарь, он очень большого размера, 50 на 70, мне кажется, если даже не больше, вот, но я бы хотела сшить, этот адвент календарь, но, по времени у меня не получилось, возможно, еще сошью, возможно, уменьшу детальки в этом, там, из квадратиков шьется, да, все изделие, и если уменьшить квадратики, возможно, сошью салфетку, или панно, но не такое большое, но я не буду обещать, если будет у меня время, сейчас как-то со временем туговато, вот, подводить итоги будем в пятницу, по второму этапу, но сегодня уже начался мой этап эстафеты, и я в эстафете предложила всем шить, вот такой конвертик, я думаю, что никого, никто сильно не удивился, потому что я шью много всяких процессных сумочек и конвертиков, и вот конвертики с прозрачным окошком, мои фавориты, я сейчас и сама их чаще всего использую, чем другие, тем закрытые конверты, да, ну, а у меня появилась фурнитура, сейчас красивая, есть возможность ткани израсходовать, которые давно лежат, вот эти, например, ткани были подарок за какое-то мое участие в конкурсе от стюганого цветочка, и вот я помню, эти ткани мне присылали девочки-организаторы стюганого цветочка, Надя и Валя, вот, а вот эта ткань у меня была розовая, а вот эти вот тканюшки были в наборе, которые присылали мне девчонки, вот, и я их вот сюда вот использовала, именно такой рукодельная тематика, у меня рукодельный замочек здесь с машинкой швейной, да, я вам показывала в прошлый раз эту фурнитуру, именно для вот таких вот изделий я и планировала, да, эти замочки, там, где именно рукодельная тематика, вот, и вот этот конверт, как раз по нему, по его размерам, поэтапно я показываю, как я шила этот конверт, и в фото мастер-классе на канале Лоскутная эстафета, и в видео мастер-классе у себя на канале, ссылочка будет в описании к видео, но как пример того, что такой же по примеру этого конверта, по мастер-классу, можно сшить и конверт побольше, или наоборот поменьше, размеры уменьшить или увеличить совсем не сложно, достаточно просто или длину детали немножко увеличить, и там, например, вот как здесь, чуть-чуть увеличить само окошко прозрачное, да, тут вот деталь Лоскутная практически такая же, буквально тут четверть дюйма разница, вот, деталь с замочком тоже, она одинаковая на обеих конвертах, и вот единственное, что я сделала, это увеличила на пару дюймов прозрачное окно, и на, также на пару дюймов длину и высоту прозрачного окна, и под него уже выкроила размер всех остальных деталей, и получился конверт побольше, вот такой большой конверт, видите, он у меня пойдет под какой-нибудь новогодний процесс, на больших пяльцах, например, какой у меня там идет, на больших, сейчас, ну, дом перед праздниками, Dimensions, например, да, или же Три Короля, которые я вышиваю на четвертых пяльцах, тоже сюда отлично поместят, то есть, то есть, четвертые пяльцы Норги сюда отлично заходят тоже, ну, и здесь я, так как ткани у меня новогодние от Роберта Кауфмана, очень старая коллекция, вот, здесь основная ткань этой коллекции, видите, бирюзовый, голубой, синий, розовый, такой яркий, ну, и в этой же коллекции был вот этот вот розовый с золотом тоже, вот такой с мелким рисунком, мне кажется, тоже это из этой же коллекции, тоже от Кауфмана, ну, то есть, вот эти три ткани я тут скомбинировала, и получился вот такой конверт, очень удачно, золотой замочек сюда подошел, который я покупала на Алиэкспресс, вот, с таким тематическим новогодним сапожочком, я довольна этим конвертиком, у этих конвертиков есть вот такая ручка, при желании можно куда-то подвесить, конечно, сильно наполненным его не подвесишь, хотя, хотя он очень хорошо держит форму, задняя стенка, за счет того, что здесь стилл, поролон, да, он прям вот очень хорошо держит форму, и посмотрите, какая объемная получается стежка, особенно снутри, так как вот я стягаю с этой стороны, да, вот эта внутренняя часть получается, нижней ниткой стягается, посмотрите, какой объем, вот прям несколько миллиметров углубление идет, так классно смотрится, мне очень-очень нравится, как получается, именно со стилл виллом, мне под видео мастер-классом, девчонки, там кто-то из моих зрительниц посоветовал, сказал, если нет стилл вилла, можно использовать фетр двухмиллиметровый, я согласна, вполне хорошо тоже фетр будет держать форму, и стежка будет тоже красивая, единственное, что чуть-чуть утяжеляется, все-таки нельзя сравнить такую площадь стилл вилла, который практически ничего не весит, поролон, и фетр, который плотный и жесткий, он, конечно, вес у него побольше, но конверт это все-таки не сумка, не рюкзак, мы же его постоянно не носим, это обычно такой вспомогательный материал, у нас вспомогательный органайзер, в котором мы все храним, обычно дома, редко мы куда-то там его переносим, и таскаем с собой, при необходимости не страшно, даже если он будет чуть потяжелее, я думаю, что это не трагично. Вот, это все, что касается моих сшитых вещей, еще у меня был сшитый мешочек, из вот таких же тканей, я готовила подарок, мы с девчонками договаривались, что каждый сошьет мешочек, в него положат ткани, пейджворк, и будем разыгрывать, ну, я об этом расскажу в следующем видео, вот, я сшила мешочек, но, к сожалению, я забыла его сфотографировать, да, я его уже подарила, теперь, ну, увезла, попрошу Марину, если она сфотографирует, та, которой достался этот подарок, да, если Мариночка сфоткает мне, то я вам в следующем видео обязательно покажу, следующее видео, как раз я планирую, о своей поездке на рукодельную встречу, я хотела все вместе показать, но, тогда видео будет просто огромное, да, и я не закончу, потому что, как раз получилось, что очень много в этот момент, и подарков, и покупок у меня, да, и поэтому я решила так для себя разделить, и чтобы вам слишком длинное видео не смотреть, я решила разделить встречу, и подарки, и покупки, которые были на встрече, я отделила, и то изделие, которое мы на встрече решили, тоже сейчас вам показывать не буду, это такой спойлер, смотрите, следующее видео, которое будет идти за этим рукодельным миксом, там вы все это увидите, видео будет очень интересное, поверьте мне, там будут и влоговые вставочки с нашей встречи, и какие-то мои впечатления такие, первые, да, и видео обещает быть интересным, а сейчас я хочу вам показать подарки, покупки, которые мне пришли еще до этой встречи с подругами, как я уже сказала, подарков было просто огромное количество, я не знаю, у меня Рождество началось на два месяца раньше, благодаря моим подругам, моим подписчицам, моим зрителям, спасибо всем огромное, кто пишет мне комментарии, еще раз хочу поблагодарить всех, и тех, кто смотрит, но не пишет по какой-то причине, например, моя мама, она не может писать, то есть, если ты не зарегистрирована на Ютюбе, как пользователь, да, ты не можешь, но я знаю, что многие меня смотрят без комментариев, вот, и одна из таких подписчиц мне прислала недавно подарок, посылку, это была неожиданная посылка, неожиданный подарок, я, то есть, не знала вообще, что он мне придет, поэтому это прям получился такой сюрприз сюрпризов, огромная коробка мне пришла, и уже из письма, которое было внутри этого коробка, в этой коробке, я узнала, что этот подарок мне пришел из Германии, от моей зрительницы Натальи, она живет тоже в Германии, и она мне прислала, ну, как она написала, благодарность за мой труд блогера, мне прям неудобно, всегда за то, что получаю подарки, ну, какое-то такое есть, как бы не принято от подарков отказываться, да, подарки, всегда принимаю с большой благодарностью, но как-то даже в последнее время, что-то слишком много у меня подарков, даже неудобно как-то, вот, и Наталья сама, рукодельница, написала, что благодаря моим видео, или же, может быть, не благодаря, а виноваты мои видео в том, что Наталья заинтересовалась тоже мелхилом, даже купила себе наборчик, начала вышивать, и говорит, что не так легко он у нее идет, какие бы хотелось, Наталья вам хочу пожелать, чтобы все-таки с мелхилом вы подружились, потому что, на мой взгляд, это замечательный производитель, и сюжеты уже вышитые, конечно, радует глаз, и мне лично очень-очень нравится, я думаю, все мои зрители уже это поняли и знают, вот, и Наталья решила порадовать меня, и поделиться своими запасами, и прислала, посмотрите, какую огромную коробочку всяких нужных вещичек, да, если я сейчас буду каждую рассматривать, будет видео слишком длинное, но вот так вот вам покажу, тут и пуговки, и с птичками, и бабочки, и веера, и, что вот это такое большие, ой, красивые очень птицы, вот эти покажу вам все-таки, такие, которые необычные для меня, показались мне, это вот такие совы, вот такие птицы певчие, какие-то красивые, деревянные, смотрите, тут и попугаи, и разного цвета, еще вот такие птички, романтичные, с цветочками, бужьи коровочки, деревянные, тоже, которые можно куда-то очень хорошо применить, на рамку, можно приклеить, или на сам сюжет, на какой-нибудь вышит, еще вот такие, бужьи коровки, пуговки, которые можно пришить, есть вот такой красивый, пряничный человечек, тоже пуговка, чудесная, смотрите, какие мишки, разного цвета, чудесные, деревянные, тоже, очень много вырубки, я не занимаюсь скрабукингом, но думаю, что в принципе, можно тоже подумать и куда-то их применить, очень много всяких этикеточек хантмейт, и деревянных, и на эко-коже, и на эко-замше, вот сейчас, когда я накупила себе фурнитуру и буду шить сумочки, да, и конвертики, мне кажется, отлично мне пригодятся, потом вот такие из фетра фигурки, и осенние листики, и листочки с божьими коровками, классные, ну и плюс еще такие деревянные и фетровые фигурки, листики, бабочки, я еще это все не сортировала, я хотела сначала вам показать, а потом уже буду раскладывать по своим органайзерам, у меня есть и для фетровых деталек, есть отдельно органайзеры для деревянных пуговок и вырубки тоже есть отдельная деталь, вот такой просто шикарный подарок, Наталья поделилась со мной, вот я еще получила вот такой чай, внимательные мои зрители, мне так приятно, что вы смотрите меня не только как блогера, да, как именно шьющего, вышивающего человека, и вас интересует не только то, что я делаю руками, да, но вы очень внимательно слышите то, что я рассказываю помимо того, как бы о себе, как о человеке, а не как о блогере, да, я, например, много раз, наверное, говорила, что я не пью кофе, пью чай, и вот Наталья, например, это очень хорошо запомнила, и поэтому прислала мне вот такой чудесный черный чай с Исландии, да, от базилюр, и я обязательно буду его заваривать и пить, мне даже Наталья написала, что этот чай надо пить до обеда, да, то есть, наверное, он довольно крепкий, вот, плюс еще посмотрите, какая шикарная бутылка, к сожалению, не могу ее прям хорошо вам в кадр показать, выше уже не подниму штатив, смотрите, какая чудесная бутылка, и это Наталья сделала сама, я так понимаю, это зачекупаженая бутылка, видите, в новогодней тематике с вот таким вот снегом, на макушечке такая штучка, шляпка, где-то мороз за колпачок, да, а внутри, если кто-то еще не догадался, внутри глювайн, глювайн это глинтвейн, да, многие знают, как глинтвейн, но у нас в Германии называется глювайн, и Наталья написала, что в этой бутылке глювайн как раз с их региона, и он безалкогольный, вот, даже такое бывает, потому что я не, не, практически не пью алкоголь, и Наталья это тоже подметила где-то из моих рассказов, и прислала мне чудесную глювайн без алкоголя, что тоже приятно, такое внимание, но и звезда подарка, это рукодельный подарок, который Наталья сделала сама, это вот такая чудесная игольница, сделанная из винтажного, винтажной чайной пары, просто восхитительный сервис, мой муж прямо ахал, он любит красивую посуду, смотрите, такая, с ландышами такая чашечка, я боюсь ее перевернуть, чтобы она не упала, хотя она приклеена, вот, но все равно, мало ли что, посмотрите, как, ой, ягодка отвалилась, здесь вот, надо будет приклеить, смотрите, как красиво Наталья это все задекорировала, эту игольницу, и в пару, как бы, в набор к ней идут вот такие тоже золотистые ножницы, ножнички с маячком, и распарыватель, тоже в цвет, здесь вот, вот такой чудесный пинкип в виде тюльпанчика, такая весенняя, я бы сказала, пара, да, все-таки ландыши отсылают нас весну, и весной буду пользоваться этой, этим наборчиком, будет стоять у меня на рабочем столе, вот, Наталья, спасибо вам огромное, надеюсь, ничего не забыла показать, если что-то забыла, вы меня извините, вот, огромное-огромное спасибо хочу вам сказать, за тот сюрприз, за ту неожиданность, которая у меня была приятная, да, когда я получила вашу посылочку, спасибо вам огромное, хотя, хочется сказать, ну, не обязательно мне дарить подарки, я снимаю не свои видео, да, не для того, чтобы что-то от этого получать, я получаю огромный заряд энергии от того, что, от коммуникации, от общения со своими зрителями, от общения в комментариях, этого уже вполне достаточно, спасибо все равно огромное, огромное, приогромное всем моим зрителям, кто уже присылал мне подарки, кто продолжает мне писать комментарии, всех-всех-всех обнимаю и благодарю от всего, от всего сердца, вот, помимо подарка от моей зрительницы, был еще подарок от моей рукодельной подруги, можно сказать, близкой подруги от Ирины Ковичанской, сейчас все приготовлю и вам покажу, тот, кто смотрит канал Ирины Ковичанской, да, она живет в Праге, то ее зрители или наши общие зрители знают, что Ирина не так давно была в Калининграде, встречалась там со своей мамой, мама прилетала из Москвы, Ирина приезжала в Калининград из Праги, и там вот они, даже не в самом Калининграде они встречались, а в Зеленоградске, вот, и Ирина меня спросила, хотела бы я, чтобы она мне что-то привезла, и я, конечно же, воспользовалась, нагло воспользовалась этим предложением, да, и попросила Ирину, чтобы она мне привезла пару наборов, купила для меня, то есть вот в этом подарке, в этой посылке, которую я от Ирины получила, частично это мой заказ, да, то, что она купила по моей просьбе, и вторая часть посылки, это уже подарки, то, чего я не ждала, как бы не знала, да, то есть тоже такая сюрпризная часть посылочки, давайте начнем сначала с подарков, Ирина прислала мне отрез ткани от Майкла Миллера, если я не ошибаюсь, она как-то в покупках своих показывала, что они со своей подругой Ириной, которая тоже там живет, недалеко, тоже в Праге, две Ирочки, вот, они забрали остаток рулона этой ткани в магазине, и я где-то, видать, в комментариях сказала, что ой, как мне понравилась эта ткань с марками, но Ирина это запомнила, и вот отрезала мне довольно такой увесистый, я не отмеряла, но довольно увесистый отрез, тут как бы не метр, да, этой ткани, чудесная, мне кажется, на какие-то прикладные вещи, и по цвету мне очень нравится, я очень люблю красный цвет, красный, розовый, это все мое любимое, Ирочка, спасибо, вот, плюс мыло, классное, мыло янтарное, с люфой, и с, с облепихой, да, облепиховой, какие-то масла тут добавлены, ну, классное мыло, я, кстати, люблю пользоваться не только жидким мылом, но, и мы с мужем именно любим такое мыло кусочками, плюс, Ирочка прислала мне бисер, смотрите, какой шикарный, какое огромное количество золотистого, золотого бисера, такого прозрачного прецеоза, это именно очень мелкий бисер, это именно ювелирный бисер, то есть, как петит, да, у меня много бисера прецеоза уже, я сама себе покупала, но вот такой именно мелкий, 15-й, мне не попадался, вот, Ира мне прислала, он, конечно, на какие-то подборы отлично пойдет, там, где нужно золотой бисер в наборах, ну и плюс вот такой микс, очень красивый, такой серебристо-бирюзовые оттенки, немножко темного какого-то бисера, если его рассортировать, я думаю, получится, я думаю, где-то 5 или 6 разных видов бисера здесь в мешочке, как-нибудь будет время, я обязательно рассортирую, он такой интересный, он такой как немножко рубленый, он граненый, да, не круглые бисеринки, а он такой граненый, хотя не уверена, весь ли такой, мне кажется, вот зеленый такой матовый, он вроде круглый, в общем, когда разберу, поделюсь с вами, вот, плюс подарок, Ирочка мне прислала вот этот набор, я знала, что она себе такой будет заказывать, сказала, ну, порадовалась за нее, сказала, что она выбрала отличный наборчик, но и Ира, и ее мама, кстати, привет вам огромный, Ирочка, и тебе, и маме твоей, и большое-большое спасибо, вот Ирона, Ирина мама, Ирина, мне подарили вот такой еще наборчик от чудесной иглы, ну, он просто волшебный, классный осенний, тут этот классный чемоданчик, на котором тыковки и цветы, да, красивая такая арочка, там вот на фоне, мне кажется, какая-то то ли капелла, то ли небольшая церквушка деревенская, полукрестом там все так вышито, таким как, знаете, чуть как бы в дымке, да, ну, и тыквы, цвета, конечно, волшебные, и физалис вот этот шикарный, и листья винограда дикого, ну, вот, все, мне кажется, тут нет, ничего такого на этом сюжете, что могло бы не нравиться, здесь нравится просто все, вот, и вот такой вот лисенок, я, честно говоря, не помню, мне кажется, в прошлый раз, когда еще Ирина весной была в Калининграде, да, мне кажется, я тогда просила ее купить, тогда от жар-птицы, там была тоже распродажа в магазине Леонардо, и на тот момент, пока я ее попросила, там уже выбора не было практически, я хотела несколько наборов, но вот на тот момент получилось, что был только один из того, что мне нравилось, ну, и она мне купила, мне нравится этот лисенок какой-то, он, ну, такой милый, такой классный, мне кажется, на какую-нибудь обложку, на папку, я вот его вижу в каком-то таком оформлении, вот, ну, ну, вот еще были вот такие открыточки, Ирина знает, что я люблю тему кролика Питера, вышивала даже пару сюжетов, вот, и такие вот классные карточки, открыточки с кроликом Питером и его друзьями, тоже будут у меня теперь в коллекции, шикарные, вот, ну, а дальше уже идет именно мой заказ, то, что я просила Ирину мне привезти, это вот такие два наборчика от Марии Скусницы, я знаю, что не все в восторге от этих наборчиков, но мне захотелось самой попробовать, я такой человек, мне надо попробовать самой, я не, я слушаю, что другие рассказывают, но все равно, вот, хочется все-таки самой убедиться и самой прочувствовать, понравится ли мне или нет, и какие наборчики на тот момент, когда я просила Ирину, были из тех, что мне нравятся, да, были как раз на Валберес, потому что пару наборов, которые мне нравятся, как раз не было на Валберес, вот, но хотя бы два Ирина мне привезла, и у меня чисто такой интерес и любопытство, я просто хочу попробовать вышить и сравнить, я, конечно, прекрасно понимаю, что это не Милхилл, и бисера здесь намного меньше, и все это на Аиде тут вышивается, буду, наверное, заменять, ну, хотя вот здесь полная зашивка, и канва тут, в принципе, идет Свайгард, как написано, какая-то уж очень дырявая она на вид, как-то не очень похожа на Свайгард, ну, хотя, может, просто так кажется, вот, и вот эта вот тема пчелиная мне очень понравилась, наборчик так и называется пасека, вот номер набора, да, и вот этот скотч-терьер мне очень понравился, у меня вот, почему я его купила, почему он именно мне понравился, потому что у меня есть идея оформления, у меня есть ткани с скотч-терьерами, которые уже несколько лет у меня лежат в запасах, и я никак не придумаю, куда их применить, и вот подумала, что если я вышью этот сюжетик, то как раз будет повод оформить в ту ткань, ну, как я вижу, здесь не так много бисера, например, да, в Милхиле обычно раскидан бисер по всему сюжету, а тут я вижу, что бисер только вот на носу собаки и вот в этом шарфике, да, то есть, все остальное вышивается просто ниточками, то есть, не такой богатый сюжет на бисер, хотя цвета очень красивые, вот, что касается пасеки, то тут тоже немножко по рамке идет бисера в одном вот этом цветке, и все, да, тут, мне кажется, это французские узелки уже идут, и вот пуговка бабочка, она такая на ножке, пластиковая пуговица, посмотрим, как она будет смотреться, но бисер сам по себе ничего такой красивенький, и голубой интересный, матовый, и вот этот желтый блестящий, и медовый какой-то, но первое впечатление, мне кажется, за ту цену, сколько они стоят, да, они, я посмотрела цены на Валберес, на Милхил, знаете, я же не знаю цен в России, да, но то, что эти в три раз дешевле, чем Милхил, то я подумала, в принципе, цена, наверное, адекватная, нормальная, вот, но, наверное, больше, чем за 1000, 1200 рублей, эти наборчики, наверное, не стоит покупать, они того не стоят, а, вот здесь еще, вот тут по рамке еще какой-то розовый бисер, я вам не показала, да, то есть на носу, в шарфике, и вот тут вот по внутренней рамочке идет, вот еще мне очень нравится, он, по крайней мере, по картинке, по превью, мне нравится наборчик, который называется, «Мое лето», кажется, там девушка на ромашковом поле, вот, очень мне нравится этот сюжет, и еще есть какой-то сюжет, где с корзинкой, тоже девчушка, и там подсолнуховое поле, да, я не помню, как он называется, но вот два сюжета, но их, к сожалению, не было на Валберес, они мне даже нравятся больше, чем эти два, вот, обратите внимание, может быть, кто-то не обращал внимания, мне кажется, что, если никто, тот еще не вышивал Милхила, хочет попробовать, как вариант, почему бы и нет, мне кажется, эти наборчики довольно прилично выглядят, вот, ну и сюжеты, которые я очень давно хотела, всегда смотрю, девчонки, когда рассказывают о том, как отшивают эти сюжеты от чудесной иглы, да, мне всегда очень они нравились, и вот этот мак с колосьиками, да, и вот этот вот хлопок с ягодками, черники и тоже с колосьями, мне всегда эти наборы нравились, есть еще один к ним, я не помню, что там было, пион, что ли, не помню, не буду сейчас говорить, есть еще в этой, из этой серии, как бы сюжеты, но вот я решила остановиться на двух, взяла два сюжета, возможно, они не так, чтобы уж совсем парные, но мне они нравятся, этот, мне кажется, более таким осенним, а этот более такой летний сюжетик, вышиваются на серой аиде, можно вполне заменить, мне кажется, у меня есть серый красивый лен от свайгоркаши, мне кажется, на нем будет просто шикарно смотреться, вот что-то на нем надо вышить, тоже, вот, ну и уже так, в догонку, раз Ирина была так любезно согласилась мне привезти, я выписала, купила вот этот гранат еще, тоже он мне очень нравился всегда, когда я видела у девчонок в отшиве и подумала, что как раз была распродажа на Валберис, на наборы чудесной иглы и за 500, там 500-600 рублей эти наборчики все стоили, я считаю, это довольно адекватная цена, если я сейчас смотрю, сколько у нас, стоят наборы российских производителей, например, Маруся Шоп, у нас есть в Германии такой магазин, да, который именно привозят и Риолис, и РТО, там цены дороже, чем на Дименшинс, честное слово, вот, то, конечно же, я очень рада, что за такую цену мне удалось купить такие чудесные наборы, и что Ирина согласилась мне их любезно купить и прислать, это тоже немаловажно, да, спасибо, Ирочка, тебе огромное, я знаю, что ты будешь смотреть, целую тебя, обнимаю, огромное, опять-таки, спасибо твоей маме, хочу тоже передать за поддержку, за подарки, здоровья всем, вот, ну и осталось мне вам показать немножко свои покупки уже теперь, которые пришли мне домой, в первую очередь у меня были два журнала французских, Креацион по Индокруазе на ноябрь-декабрь этого года, январь следующего, такой новогодний номер журнала, рождественский, и календарь от Вероника Жинжи, выпущенный издательством Агенда на 2024 год, вот, и обзоры на эти два журнала у меня есть на канале, я оставлю вам ссылочки под этим видео, да, кому интересно, проходите, мне кажется, что они стоят того, чтобы их посмотреть, действительно, журналы очень стоящие, интересные, вот, была у меня покупка с сайта Казачинина, я купила несколько отрезов равномерки и Аиды, прислала мне как-то, пришло сообщение на почту, что Казачинина предлагает закупиться, у них была какая-то акция, что на все основы цвайгард, была скидка в 25%, мне кажется, то есть, довольно выгодное было предложение, и вот, в той закупке я купила еще дополнительно, пока не забыла, покажу вам, пуговки, там кое-какие пуговки на Казачинине, есть, которых уже нету на 1-2-3 стич, и даже цена адекватная, и вот, я собираюсь вышивать один морской сюжет, я думаю, вы догадаетесь, какой подбором, потому что не нашла наборов пока еще, вот, на всякий случай, пока эта пуговка еще не исчезла, она, кстати, всего 2 евро там стоила, даже дешевле, чем на 1-2-3 стич на распродаже, купила вот такую керамическую звезду большую, я думаю, что она мне пригодится, вот, ну и основы, как я уже вам, эту основу я вам уже показала, купила, один отрез этого пацифик, цвета пацифик, это лугана, это что у меня, это мне кажется линда, сейчас я посмотрю, у меня все подписано, это линда, шулер, 27 каунт, винтаж, мока, вот, этой основой, я, видите, я ее уже разрезала, я собираюсь заменять, основу в сюжетах, с чашками, с кофейными, в мелхилл, попробую, по крайней мере, на ней вышить, хотя бы один сюжет, опять-таки, купила кашу, с блеском, кашу, я на нем вышиваю своих, Дед Морозов, сант, от Джим Шор, и буду и других сант вышивать, которые у меня не от Джим Шор, просто от Милхилл, у меня тоже большая коллекция, в общем, решила, раз уж скидку такую дали, почему бы не купить, пусть лежит в запасах, она есть, не просит, плюс купила Аиду 14-го каунта, цвета Нави, темно-синюю, и ею я уже, видите, отрезала кусочек, я заменила перфорированную бумагу, в сюжете от Милхилл, Штилинах, да, это, тихая ночь, святая ночь, да, я вам покажу как-нибудь, и сегодня, вообще, хотела сегодня показать, уже у меня там пару крестиков есть первых, но покажу в следующем рукодельном миксе, когда у меня будет чуть меньше подарок и покупок, чтобы успеть вам показать, сильно вас не отвлекать, ну и вот такая вот лавандового цвета, Аида, почему-то где-то не написано, а, нет, написано, вот, такого, такую этикетку присылает Казачинина, не знаю, где тут номер цвета, лавандовая Аида, 14-го каунта, тоже для замены в каких-то сюжетах от Милхилл, при полной зашивке, я думаю, пригодится мне этот цвет, у меня именно вот такого красивого лавандового цвета, никакой основы не было, поэтому, думаю, пусть будет, вот, вот такие покупки были основ, ну и, конечно же, у меня была посылка с 1-2-3 стич, с наборами от Милхилл, долго она ко мне добиралась, честно вам скажу, я уже вот тут приготовила, уже сделала на работе копии, чтобы были, я всегда так делаю, как только получаю наборчики, я сразу делаю копии, чтобы не забыть, какие у меня есть копии, таких нет, я делаю сразу, вот, три больших набора, один, Азларель Би, Барш, Барш, мне кажется, правильно, да, вот такие марокканские кони, я думаю, довольно попсовый сюжет, мне так нравится это слово, попсовый сюжет, ну, то есть, его часто довольно вышивают, вот, правда, он у меня на льне, мне не удалось купить, но я купила на Аиде, ну, неважно, Аида тоже пригодится, а я сама могу заменить на лен, на какой-нибудь кашел, заменю, у меня есть чем заменять, нравятся мне эти кони, именно в отшиве, вот, по превью, я бы не сказала, что они меня сильно впечатляют, но, уже, многие блогеры, которых я смотрю, вышивали этих коней, и вышивают, сейчас этих коней, и они в отшиве, именно с бисером, смотрятся просто потрясающе, здесь, кстати, не так много бисера, или много, нет, два мешочка бисера, и не так, а, три, три, но не по многу в каждом, но, мне кажется, все равно, а смотрите, только какие красивые цвета ниток, они вроде бы, где-то такого, приглушенного цвета, но есть такие, лиловые, розовый, красивый оттенок, серо-голубой, красивый, вот, здесь на превью, я их где-то, не узнаю, не вижу, но где-то они же есть, мне кажется, будет восхитительно, пусть будет, мне хочется попробовать, вот, еще один сюжет, который у меня долго-долго, лежал, в виш-листе, который, он, в принципе, не так редко, не исчезает практически, он всегда почти есть в продаже, на 1-2-3 стичь, но вот все как-то, каждый раз что-то откладывала, всегда было что-то другое купить в тот момент, более важное, как мне казалось, вот, но все-таки решила купить этот сюжет, и я просто в восторге от тех ниточек, какие здесь лежат в наборе, вот, посмотрите, и бисер шикарный, лиловый, бирюзовый, зелененький какой-то, очень красивый оттенок, вообще восхитительный, и вот эта вот бабочка керамическая, розовая, крошечная, тоже шикарная, это вот такой, вино гидрандии, да, гидранда, это, цветок так называется, который здесь, ну, мне он очень нравится, по цвету, очень красиво, ну, и зайки, которых я долго-долго посла, которых очень долго не было, это вообще сюжет, разработанный в 2001, году, он вообще очень редко бывает в продаже, ну, хотя, казалось бы, вроде такой простой, примитивненький, можно и подбором было бы вышить, но, я, раз появился наборчик, я его купила, здесь уже, видите, вот эта вот, пуговка какая уже, голубые такие, у меня уже в каких-то наборах новых попадались, в новой сборке, с пчелкой, с цветочным магазином, ну, а тут вот такой розовый цветочек, ну, я думаю, что он тоже будет шикарно смотреться, или же заменю каким-то другим керамическим цветочком, но сами зайки просто замечательные, особенно вот эта девочка-зайка в шляпе и в костюмчике с лоскутными блоками, мне очень нравится, мне кажется, если заменить основу, не вышивать на вот такой коричневый, а вышить на каком-то другом цвете, будет восхитительно, вот, ну, и наконец-то уже набрался у меня, в этот раз я три получила, вот этих, мне кажется, три у меня еще не было, вот этот французский рожок, арфа и барабанчик, они пойдут в набор к вот этим трем уже, которые у меня были куплены вперед, и я планирую, я уже, может быть, говорила, но еще раз повторюсь, хочу их как-то расположить и вышить с этими шестью музыкальными инструментами бант рождественский, вот, хочу их расположить, возможно, вот так расположу на самом банте вот эти две, два духовых инструмента, а вот эти инструменты вот как-то так, или вот так расположу на, нет, вот так, наверное, все-таки расположу на вот этих вот свисающих частях банта, ну, по крайней мере, так планирую, для этого я их покупала, уж как у меня получится или нет, узнаете когда-нибудь, но не в самом ближайшем будущем, возможно, на следующий год я буду вышивать, к этому Новому году уже точно не успею, вот, вот такие у меня были подарки, покупки, процессы, надеюсь, ничего не забыла вам показать, но, если что-то и забыла, то, значит, покажу в следующий раз, все, на этом буду с вами прощаться, и так, видео получилось не короткое, и, как уже сказала, ждите, в ближайшее время покажу вам видео с нашей рукодельной встречи, и покажу подарки и покупки, которые были во время этой встречи тоже, всем пока, всем хорошего настроения, приходите к нам в лоскутную эстафету, тушите вместе с нами в лоскутной эстафете замечательные изделия для себя на подарки, мне кажется, что надо этим моментом пользоваться, вместе шить веселее, всегда интереснее, всегда есть поддержка от единомышленников, так что ждем вас и приглашаем вас, я и девчонки, Юля, Лена, Нина, всех в лоскутную эстафету, до встречи, заглядывайте на огоньок моего фонарика,